Боря Капранов, 16 лет. Выживу ли я в этом аду? Давать жил в Колпино вместе с матерью, отцом, двумя братьями и дедушкой. В сентябре 1941 семья эвакуировалась в Ленинград. Боря, выпускник 8 класса, служил в противопожарном полку. Недолго проучился в военном морском училище. В марте 1942 братья Боря и Леня и Валя с матерью покинули Ленинград. Дедушка умер от голода в январе. Отец, воевавший в Колпино в МПВО в госпитале в марте. Сам Борис, не дождавшийся эвакуации, ушел с группой комсомольцев в феврале 1942 по дороге жизни и погиб. Чем ты был, Ленинград? На улицах веселье и радость. Мало кто шел с печальным лицом. Все, что хочешь, можно было достать. Вывески, горячие котлеты, пирожки, квас, фрукты, кондитерские изделия. Заходи и бери. Только и дело было в деньгах. Прям не улица, а малина. И чем ты стал, Ленинград? По улицам ходят люди, печальные, раздраженные, еле волочат ноги, худые. Посмотришь на разрушенные дома, на выбитые стекла и сердце разрывается. Прочитаешь вывеску и думаешь, это было. А увидим ли мы такую жизнь опять? Ленинград был городом веселья и радости, а стал городом печали и горя. Раньше каждый хотел в Ленинград. Не прописывали. Теперь каждый хочет из Ленинграда. Не пускай. Первое января 1942-го. Сегодня наступил Новый год. Что он нам несет? Тайна, покрытая мраком. В столовой ничего, кроме жидкого плохого супа из дуранды нет. А этот суп хуже воды. Но голод не тетка, и мы тратим талоны на такую бурды. В комнате только и слышно, что объедил. Люди все жалуются, плачут. Что с нами будет? Выживу ли я в этом году? Миша Тихомиров. 15 лет. Весенняя недоступна. Жил в Ленинграде с сестрой Ниной, которая была младше его на год, и родителями. Мать и отец работали школьными учителями. Миша собирал в блокадном городе микроскоп и вел дневник с 8 декабря 1941 по 17 мая 1942. Не пропустив ни одного дня, вел до самой смерти. 18 мая он погиб от снаряда, который упал на трамвайную остановку. 21 марта. В последнее время участились обстрелы города. Бьют по разным районам. Жители же совсем спокойны. То ли привычка, то ли перенесли неизвримо больше. Влияет, конечно, на настроение прекрасная погода. Грачи, ломающие для своих гнезд ветки с деревьев и церкви. Бабочка. Кажется, траурница. Большая и черная. Первая. Пролетевшая сейчас по улице. На первый взгляд все это весеннее, веселое, но война и блокада – два слова, объясняющие все. Весеннее недоступно. Поминутно вспоминается былое, которое повторялось бы и сейчас, не будь проклятой войны. И понятно, трава уже большая, скоро будут листья, на кусиках уже есть. А погода. Опять хочется убраться подальше из героического постылого и надоевшего Ленинграда. Лера Игошева, 14 лет. Еле, редко глядя друг в другу в глаза. Осталась в блокадном городе с мамой и папой. Отец погиб голодной смертью. Лера вместе с мамой выбралась из Ленинграда в 1942 году по дороге жизни. Голод – одно из страшных физических страданий. Как и другие физические страдания, его нельзя передать полностью на словах или в письме. Его надо испытать. Это страшное чувство. Хочется есть. Хочется есть что-нибудь. Хлеб, картошку, дуранты, мясо, сыр, шоколад. Лишь бы есть. Лишь бы побольше. Остальные чувства и мысли притупляются. Думаешь о еде. О прошлой еде. В будущих счастливых временах. В будущем ставишь себе первую проблему насытиться. 29 ноября. Я буквально влюбилась в свою маму. Она представилась мне совсем в другом свете. Чем-то вроде идеала. Она и красива, и женственна, и так работоспособна. Дома она приберет все, помоет, как простая хозяйка. А потом оденется лучше и идет на работу, как прекрасная дама. Совсем иное отношение у меня к папе. Невольно о папе складывается неприятное впечатление эгоиста. Да, он очень большой эгоист во всем. Он отказывается от дежурства. Хочет все как-то получше. От меня же требует беспрекословного повиновения и в то же время любви и простоты. 28 февраля 1942-го. Сегодня мне исполнилось 15 лет. 18-го умер папа. Так просто все это случилось. Болела мама. Папа жил на почтанте. Был в стационаре и немножко подправился. Потом вдруг снова заболел. Ничего не ел. Стал чахнуть. И около часа дня 18-го умер там же. На почтанте. Я провела у него предпоследнюю ночь. Мамочка последняя. 22-го мы его похоронили. Правда без гробика. Но мы себя так плохо с мамочкой чувствовали. А ведь так трудно. Помощи никакой. Милый папочка, прости, что мы тебя зашили в одеяло и так. Юра Рябинкин. 16 лет. Кем я стал? Переживал блокаду с мамой и младшей сестрой. 8-летней Юрой. Принял воровался игре в шахматы и мечтал стать моряком. Последний раз сестра видела Юру в январе 1942-го. Во время эвакуации. Что осталось с мальчиком, точно неизвестно. Предположительно, его обессиленного подобрали и отправили в госпиталь. Где он умер. Мама довезла Ирину до Вологды и погибла на вокзале. У нее на глазах. Мне 16 лет. А здоровье у меня, как у 60-летнего старика, страдая при рыбе. Эх, поскорей бы смерть пришла. Как бы так получилось, чтобы мама не была сильно этим удручена. Одна мечта у меня была с самого раннего детства. Стать моряком. И вот эта мечта превратилась в трюху. Так для чего же я жил? Если не буду в военно-морской спецшколе, пойду в ополчение или еще куда, чтобы хоть не бесполезно умирать. И Мурту к Родину защищаю. Эх, как хочется спать. Спать есть. 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 Спать есть. Спать есть. А что еще человеку надо? А будет человек сыт и здоров. Ему захочется еще чего-нибудь. И так без конца. Месяц тому назад я хотел, вернее, мечтал о хлебе с маслом и колбасой. А теперь уж вот об одном хлебе. Приходит мама с сыром, голодной, замерзшей, усталой, еле волокут ногу. Еды дома нет. Дров для питы нет. И ругань, уговоры, что вот внизу кто-то живет, достал крупу и мясо. А я не смог. И в магазинах мясо было, а я не достал его. И мама разводит руками, делает наивное лицо и говорит, как стонет. Ну, я тоже занята, работаю, мне не достать. И опять, и опять мне в очередь, и безрезультатно. Я понимаю, что я один не могу достать еду. Возвратить к жизни всех настроек. Но у меня не хватает сил, энергии на это. О, если бы у меня были валенки, но у меня их нет. И сижу и плачу. Мне ведь только 16 лет. Сволочи, кто накликал эту войну. Таня Восоевич, 13 лет. Как, оказывается, все просто. Осталась в кольце блокада с мамой и старшим братом, 15-летним Володей. Отец, когда началась война, был в геологической экспедиции. И брат, и мама Таня умерли от истощения. Похороны девочка организовала сама. В своем дубнике она нарисовала план лютеранского клабища, где их похоронила. Страница с карты склеена, а информация о датах смерти и похорон записана шифром. 17 февраля в 11 часов 45 минут умерла мамуля. Похоронили 24 февраля. 27 февраля я была у мамы на могилке. Яма. Как? Оказывается, все просто. Вот день, которого миллионы людей ждали почти 4 года. А ждала ли его я? Да, я повторяла за всеми. Скорее бы кончилась война. Конечно, я хотела, чтобы она кончилась. Но было что-то другое. Может, я немного боялась этого дня. Я считала, что встретить его я должна как-то серьезно. Что к этому времени должно что-нибудь произойти. У меня не было радостного веселья. У меня была какая-то строгая радость. Я танцевала и пела, но мне, пожалуй, больше хотелось сказать людям что-нибудь такое, чтобы они стали сразу смелыми, честными, добросовестными и трудолюбивыми. 7 ноября. Узнала, что Сережа умер. Я так его любила и люблю. Это ужасно. Умер родной брат Вова и двоюродный Сережа. Больше никого нет. Дневник Тани Савичевой. Символ блокады и, по легенде, один из обвинительных документов на Нюрнбергском процессе. Написан с синим карандашом в телефонной книжке. 11-летняя Таня взяла ее наполовину заполненной чертежами у сестры Нины. В дневнике 9 записей. 6 из них – даты смерти членов Танины семьи. Постепенно слово «умер» исчезает. Остаются одни имена и даты. Женя умерла 28 декабря в 12.30 часов утра, 1941 год. Бабушка умерла 25 января, 3 часа дня, 1942 год. Лёка умер 17 марта в 5 часов утра, 1942 год. Дядя Вася умер 13 апреля, 2 часа ночи, 1942 год. Дядя Лёша 10 мая, 4 часа дня, 1942 год. Мама умерла 13 мая, 7.30 часов утра, 1942 год. Савичевы умерли. Умерли все. Осталась одна Таня. Савичевы умерли. 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 Продолжение следует...